Давайте начнем с новости из парламентской ассамблеи Совета Европы, которая сегодня приняла резолюцию, призывающую европейские и вообще западные страны не признавать легитимность Владимира Путина и его режима. В этой резолюции говорится, что Путин пришел к власти за счет выборов, проведенных не так давно, которые не были ни честными, ни свободными. Он ведет захватническую преступную войну против демократического государства и, кроме того, на путинский режим и на Путина лично возлагается ответственность за убийство Алексея Навального. Как вы считаете, Аббас, вот эта вот резолюция ПАСЕ имеет какой-то практический смысл? Могут ли действительно западные страны после публикации этого документа прислушаться к нему и не признавать путинский режим как легитимный? Или это пустое сотрясание воздуха? Я думаю, до того, чтобы конкретные правительства начали признавать Путина нелегитимным правителем и отказывались иметь с ним дело, до такого не дойдет. То есть на уровне парламентов в развитии вот этой резолюции могут приниматься какие-то заявления, но заявления, не принимающие форму закона, то есть правового акта, который обязательен к исполнению. Такое развитие это может получить, но в практическую плоскость это не перейдет, потому что все-таки ядерная страна, понимаете. И просто вот взять и оборвать с ней все отношения, ну все-таки политика штука прагматичная, даже современная политика, которая, конечно, стала гораздо ближе, так сказать, к идеалам, чем она была всегда. Всегда. Ну то есть на протяжении всей истории человечества политика была местом, где нет места идеалам, территорией для прагматизма. Во второй половине 20 века она стала все-таки все чаще и чаще действовать, исходя из каких-то идеальных представлений о том, как должно быть, а не о том, как есть. Но тем не менее, только человечество в этом направлении сделало только один шаг, и сейчас ждать слишком многого не приходится. То есть если это Беларусь, небольшое государство без ядерного оружия, ну мир может себе такое позволить. В случае с Россией, я думаю, мир себе позволит, такое не может, поэтому отношения сохранятся. Но тем не менее, вот такие декларации, они нельзя назвать просто сотрясением воздуха в политике. А вот для чего она нужна тогда? Вот зачем они артикулируют эти вещи, вот как какую-то идеальную картину выстраивают отношения к российским делам? Да, это воздействие на колеблющиеся российские элиты, на колеблющихся российских избирателей. Это напоминает им о том, что тезис какой-то невероятной легитимности Путина, который внедряет российские пропаганды, вся нация сплотилась вокруг него и так далее. Что этот тезис не бесспорен, мягко говоря, что есть другая точка зрения, что ее выражают не какие-то там маргиналы, а мейджоры, да, ПАСЭ, значит, крупные государства, их парламенты. Вот, и понятно, что в ситуации, когда, условно говоря, там все 100% акций, так сказать, у Путина, а на той стороне у его оппонентов нет ни одной акции, ну, там вот эта история не повлияет на расклад. А если там 50 на 50, условно говоря, люди уже колеблются, а люди колеблются, Путин в целом на нисходящем тренде, понимаете? И тут, что называется, каждая лыка в строку. То есть, вот, знаете, присказку про соломинку, последнюю соломинку, которая ломает ребят верблюду? Вот какая-то из этих соломина, каждая из них в отдельности, в принципе, ничего не весит. Но все вместе они ломают ребят верблюду в какой-то момент. И вот эта резолюция теоретически может оказаться этой самой соломинкой. Вряд ли окажется сейчас, с практической точки зрения, потому что ресурсы системы, ресурсы Путина еще не исчерпаны. Они движутся в направлении исчерпания, но пока не исчерпаны. Но вот сейчас, условно говоря, чуть сложнее будет воздействовать на умы российских элит. Чуть сложнее будет воздействовать на настроение российских избирателей. Если бы не было там, условно говоря, недовольство российских избирателей, связанное с совсем другими историями. Там, наводнениями, растущими ценами на продукты, неспособностью выиграть войну, значит, бомбежками Белгорода и так далее, и так далее, и так далее. Вот если бы всего этого не было, ну, конечно, российский избиратель наплевал бы на то, что там пасы говорят. А когда человек и без того сидит и задумывается там о том, что, а что же у нас все так плохо-то? Вот нам по телевизору рассказывают, что все хорошо, а на самом-то деле все плохо. И вот, и вроде бы, вот, ну, уже два десятилетия нам обещают, что скоро вот-вот-вот-вот-вот, а что-то все хуже и хуже. Да, и если человек в этот момент задумывается, а люди сейчас задумываются об этом, да, то они начинают прислушиваться к внешним сигналам. То есть, проигнорировав эти сигналы в хороших обстоятельствах, в плохих обстоятельствах, они их начинают слушать. И это начинает работать. Вот. Ну, просто надо исходить из того, что в политике вообще крайне редко бывают ситуации, когда вот каким-то одним шагом ты там решаешь системную большую проблему. Такого не бывает. Надо вот шаг за шагом, шаг за шагом, ну, что называется, дорогу осилит идущей. Вот. Поэтому не надо ждать от этого слишком многого, но точно так же я против того, чтобы говорить, что это совсем уж пустышка. Ну, вот в этой же резолюции говорится о том, что западным странам необходимо как можно быстрее предоставить Украине вооружение и боеприпасы. Очевидно, это отсутка как раз к ситуации страшного дефицита. В СССР у них и нет и боеприпасов, нет и вооружения, техники не хватает, еще огромный дефицит резервов, как мы знаем. У вас есть вообще баз представлений о том, что вообще Запад сейчас делает? Вот занимая такую выжидательную позицию, очень медленно поставляя Украине страшно необходимое вооружение, кормя ее постоянно какими-то обещаниями, завтраками, F-16 до сих пор так и не поставлены, Таурус тоже, а так 20 штук были. Ну вот, чего добивается Запад? Я бы в данном случае не говорил о едином Западе, вот тут бы я как раз разделил Америку и европейские страны. Значит, в Америке история с Украиной пала жертвой внутренних разборок. Это вообще одна из очень ярких, характерных черт США. Страна, которая является самой большой и самой сильной, как ее постоянно обвиняют, так сказать, мировым жандармам, которые периодически вмешиваются в ситуации за тысячи, даже там десятки тысяч километров вдали от родного очага, так сказать. При этом она зациклена на самой себе, и средний американец гораздо меньше заботится о происходящем вовне, чем происходящем, чем то, что происходит внутри. Огромное количество американцев, они даже за рубеж вообще не путешествуют. Не потому что у них денег нет, это богатая нация, но просто не считают это нужным. Ездят по Америке, им больше ничего не интересно и не хочется. Поэтому, в крайнем случае, в Мексику, знаете, или в Канаду съездят, и все. И вот эта вот особенность Америки, конечно же, она обостряется в ситуации такой острой конкуренции, как сейчас между республиканцами и демократами в предвыборный год, в выборный год, вернее. И, соответственно, там сейчас вот эта ситуация с Украиной, она и для демократов, и для республиканцев, она всего лишь инструмент, с помощью которого они пытаются, используя который, они пытаются победить, так сказать, врага. Да, республиканцы пытаются играть на изоляционистских настроениях американцев, которым все это надоело, и которым не хочется тратить деньги, значит, ради бесконечно далеких от них проблем, чей Крым и чей Донбасс. Да, ведь как трамписты пытаются изобразить ситуацию. Дескать, ну, там идет какой-то территориальный спор, да. Есть вот на осколках Советской империи, возникли государства, есть Россия, есть Украина. Вот они делят советское наследие, нам-то что с того, да. Нам-то какая разница, чей Крым и чей Донбасс. Ну, вот у России есть твоя точка зрения, значит, у Украины своя. Восходят эти споры ко временам Ярослава Мудрого, значит, и что нам... Рюриковичей. Да, да, да. Ну, вот, и, соответственно, из этого, значит, вот республиканцы пытаются играть вот на этих традиционных, сильных, повторюсь, в США, изоляционистских настроениях. Тут нет ничего нового. Убедить американцев вступить в Первую мировую войну, убедить американцев вступить во Вторую мировую войну, на самом деле стоило огромных усилий лидерам тогдашним. В Первую мировую войну они вступили, так сказать, под занавес. Вот. Да, и во Вторую, в общем-то, по-настоящему стали участвовать только после того, как Япония напала на Перл-Харбор. Вот. Поэтому тут не надо думать, что что-то такое необъяснимое происходит такое. Нет, это как раз такая стандартная американская история. Значит, Европа сейчас, вот там, то, что происходит в Европе, вот мне кажется, гораздо более интересным. Европейцы сейчас, видя вот ту паузу, которая возникла в США, они видят вакуум, и они начинают задумываться, а не запомнить ли им его, и даже пытаются это делать, особенно вот североевропейские страны, там Голландия, Дания, значит, например. Я бы сказал, может быть, это поспешно еще, да, надо еще чуть-чуть подождать, посмотреть, но в принципе, мне кажется, что уже одно из неожиданных последствий вот этой путинской агрессии против Украины стало пробуждение Европы как геополитического игрока. Европа после Первой мировой, и особенно после Второй мировой войны, она в этом смысле вообще заснула. Они, как бы, европейцы такие, с удовольствием отдали тему большой геополитики американцам. Ну, давайте, все, мы в НАТО там, да, вы там фронтмены, вы там думаете, действуете, злодействуете, а мы тут будем заниматься построением государства социального благополучия, да, вот такой социализм а-ля шведский там будем развивать, да. В среднем Европа в этом смысле гораздо более, так сказать, заботится о благополучии собственного населения, чем те же США. Вот, и они в этом смысле, в смысле геополитики, они уснули, они погрузились сами в себя, в свои собственные внутренние проблемы, в первую очередь экономические, социальные, там, забота о несчастных мигрантах, так сказать, ну, вот это такая левая повестка, прогрессивистская, то, что называется. И сейчас они, видя, что США, значит, оставили, так сказать, свою боевую позицию, ушли в себя, европейцы ужаснулись, так сказать, да, и начинает сейчас пробуждаться, и сейчас тезис о том, что, ну, о чем мы на Америку смотрим, ну, нам самим нашу проблему надо решать, это Европа, вообще-то, война в Европе идет. Да, он звучит там постоянно, и я не знаю, удастся европейцам окончательно пробудиться или нет, надо смотреть, но попытки делаются, вот, и, в принципе, шанс на это есть. И мы все уже там неоднократно отсмеялись по поводу Путина, который в борьбе с НАТО, приближением НАТО получил, значит, вступившую в НАТО Финляндию и Швецию, то есть я значительно увеличил присутствие НАТО возле своих границ. Вот, в качестве вот второго такого непреднамеренного последствия, возможно, окажется пробуждение военной, геополитической такой, знаете, континентальной Европы. Вот Англия-то она это сохранила себе еще, да, вот этот мессианство такое какое-то в Англии сохранилось, и поэтому, если помните, Великобритания была буквально первой, кто бросился помогать Украине сразу после нападения России. Борис Джонсон был первый, кто прилетел, и поставки оружия он обеспечивал, и ядерным оружием угрожал, так сказать. Ну, то есть, вот Великобритания, она в этом смысле, она так ближе к Америке, наверное, я бы сказал. А вот континентальная Европа, прочно спавшая, так сказать, все эти десятилетия, да, она сейчас некоторым образом пробуждается. И это такое интересное последствие у всего этого, может быть. Может быть, европейцы и сами своими силами организуют те поставки, которые необходимы. А может быть, как раз американцы, увидев, что европейцы вдруг начинают действовать самостоятельно, тоже, так сказать, очнутся, начнут суетиться. Так, господи, так они сейчас привыкнут без нас жить, значит, и что дальше потом. Вот. В общем, в Америке, как вы видите, идет бурная дискуссия, буквально, если не ошибаюсь, в субботу состоится голосование в Конгрессе. Значит, как мы видим, полгода висевший законопроект сдвинулся с мертвой точки. Я думаю, это одно из следствий иранского удара по Израилю. Казалось бы, не совсем напрямую связанная с Украиной тематика. Но, тем не менее, там Байден же связал, вы знаете, связал в свое время два этих законопроекта в один пакет, увязал. Потому что республиканцы, которые являются лидерами вот этих изоляционистских настроений в части Украины, они же, наоборот, крайне активны в отношении помощи Израилю. Для республиканского электората, для так называемых евангелистов, помощь Израилю – это, так сказать, вообще священная корова. То есть там по религиозным соображениям поддержка евреев, поддержка Израиля – это, так сказать, их святая обязанность. И эти люди в основном голосуют за республиканцев. И республиканские политики, ну, они уже давно, это уже десятилетиями продолжается, они уже, ну, прям с молоком матерь, что называется, впитали, что Израиль – это священное дело. И, простите, и поэтому они, значит, в ситуации, когда на Израиль обрушивается такая невероятная силы атака со стороны Ирана, они, значит, возбуждаются, как, а мы что тут сидим и все смотрим, так сказать, по сторонам зеваем. Вот, а демократы тут такие раз, а у нас вот пакет, пожалуйста, он же у вас там лежит, на вашей половине, так сказать, мы давно ждем. Вот, правда, республиканцы сейчас развязали этот пакет, то есть по частям будут голосовать, но, тем не менее, в целом голосовать по этому вопросу, по вопросу помощи всем партнерам, кроме Израиля и Украины, еще Тайвань, да, вот это решение уже принято. То есть это одно из, опять же, непреднамеренных последствий, значит, поспешных действий Айатол. В этом смысле они Путину, своему союзнику, свинью подложили некоторым образом. Хотя, конечно, ну, у Путина есть шанс, еще он надеется, что, может быть, израильский пакет проголосует, а украинский, так сказать, завалит. Не исключено. Ну, давайте посмотрим. В принципе, Россия сама сейчас, российские военные словно бы задались задачей помочь Байдену протащить этот законопроект, потому что обстрел Чернигова и большое число погибших мирных жителей сейчас в этой ситуации, ну, это просто глупость. То есть понятно, что это преступление, любое убийство мирных граждан это преступление, но в данном случае это не просто преступление, это еще и глупость. То есть вновь в повестке, так сказать, мирные жертвы, люди гибнут под обстрелами, а мы тут не можем проголосовать за то, чтобы поставить им там системы противоракетной обороны. Ну, как бы вот просто вот человеческие трагедии, ну, знаете, что называется, пепел класса стучит в мое сердце, да, человеческие трагедии, они зовут, да, и у республиканских избирателей, в конце концов, при всем том, что в целом им все это надоело, и они бы хотели, так сказать, от всего этого подальше, но у них тоже есть сердце, так сказать, да, и какая-то их часть, вот под воздействием вот этих трагических историй человеческих, они могут пересмотреть свое отношение к происходящему, да, и, соответственно, следствие, они именно на это посмотрят по-другому республиканские политики, вот, то есть в этой ситуации, конечно, российская армия лучше всего сидеть, так сказать, тише воды, ниже травы, но они же не умеют, они же, вот, значит, им же постоянно надо мускулами играть, значит, они же ура-патриоты такие, ну, поэтому вот они такую глупость совершили. Ну, вот в этой резолюции, с которой мы с вами разговор начали, там еще говорится, подчеркивается прям, что удары по российским НПЗ со стороны украинской армии являются абсолютно легитимными, и это наверняка связано с тем, что американское руководство было очень недовольное тем, что украинские военные бьют по вот этим вот объектам энергетической инфраструктуры. Даже говорят, что Камала Харрис якобы там вызывала, отзывала Зеленского, скажем так, к сторонку на разговор, там, пыталась ему сказать, что вы не должны бить по российским НПЗ. Вот как ее назвать, вот какая-то циничная, лицемерная позиция, не знаю, трудно мне какое-то слово подобрать здесь, которое бы точно отражало здесь весь спектр эмоций. Почему этого-то нельзя? То есть вы оружие не даете, но окей, украинцы держатся как-то, не бить полным домом по гражданским объектам. Но вот бьют целенаправленно по объектам, которые так или иначе имеют отношение к снабжению российской армии. И американцы вот так вот себя ведут. Ну, Фарида, все-таки, справедливости ради, в резолюции ПАСЭ и в действиях Америки их нельзя сравнивать, потому что вот ПАСЭ говорит о том, что эти удары легитимны. Так американцы не оспаривают легитимность этих ударов, они не говорят, что это вот нельзя в чистом виде неправильно, так сказать, бить по этим объектам. Они просто просят этого не делать, потому что они не хотят дестабилизации рынка нефтепродуктов. Да, они абсолютно цинично просят, ребята, у нас выборы, и мы вот идем ноздря в ноздрю с республиканцами. И если вы не хотите, чтобы республиканцы пришли к власти, а вы, я думаю, говорят они, не хотите, мы думаем, не хотите, чтобы они пришли к власти, ну тогда помогите нам. Пожалуйста, хотя бы пока вот перед выборами не бейте, не дестабилизируйте эти рынки, потому что рост цен на бензин всегда бьет по инкумбенту, по действующей власти в США. Американцы привыкли много бензина тратить, они везде ездят на машинах, они ездят на очень прожорливых машинах. Вы просто посмотрите, когда будете в Америке, посмотрите, на каких машинах ездят американцы и сравните, на каких машинах ездят европейцы. И, значит, они очень чувствительны к ценам на нефть. И поэтому, исходя из принципа услуга за услугу, ну то есть мы, вы же видите, мы вам помогали два года, мы сейчас пытаемся помочь, это проклятые республиканцы все блокируют. И если мы сейчас им проиграем, а риски есть, ну так тогда вообще забудьте про всякую помощь. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы остались у власти и помощь вам была, ну давайте тогда вот как-то перенастройте свою военную машину, чтобы вот так. Я думаю, что украинцы к этому прислушались, в последнюю неделю, в общем-то, не было таких налетов, насколько я слежу за повесткой. Может быть, я что-то пропустил, но, по-моему, ничего такого, вот, по нефть перерабатывающим заводам больше не били. То есть я в этом смысле, американцев, демократов я даже не осуждаю, потому что, ну, политика практически прагматичная вещь, да. Тут неизбежно, так сказать, какое-то неизбежное взаимодействие. Ты мне, я тебе. Партнерские отношения так и выстраиваются, да. Ты мне, я тебе, так сказать. Вот. Так, что-то там со связью. Ну вот Зеленский, кстати, в своем недавнем интервью в CNN сказал, что... Да-да, здесь интернет, по всей видимости, немножко барахлит. Зеленский сказал в своем интервью, что если Конгресс не проголосует за помощь Украине, не поможет Украине, то Украина может проиграть. А если Украина проиграет, то потом, соответственно, Путин придет в Европу. На ваш взгляд, Аббас, ну, сейчас уже вот мы об этом говорим, вот на третьем году войны. Насколько велика вероятность, что Украина проиграет? Ну, Фарида, это все-таки война, и ключевой фактор здесь военный. А политические факторы вторичные. А я не специалист в области войны. То есть вот речь ведь идет о чисто военном поражении, либо о чисто военной победе, да. Тут вам не меня все-таки, извините, надо спрашивать. Это должны быть специалисты именно в этой сфере. То есть насколько хватит у украинцев имеющихся запасов вооружения? Насколько европейцы способны восполнить эти запасы? Значит, мобилизационные способности украинской Украины. Потому что понятно, что нехватку вооружений до какой-то степени всегда можно восполнить людскими ресурсами. Да, но звучит цинично, то есть понятно, люди гибнут. Но, тем не менее, до какой-то степени они способны это сделать. Вот я этого всего не очень знаю. Я повторюсь, политолог и политтехнолог. Надо вообще понимать, что у России-то ситуация тоже не блестящая. Ресурсное перенапряжение очень серьезное. И речь не только об экономике, хотя и о ней тоже. От 10 до 15 процентов российской нефтепереработки украинцы с помощью своих ударов по НПЗ остановили. А, значит, все это починить, восполнить не так далеко, потому что санкции. А все это оборудование, оно импортное. Российские НПЗ работают почти исключительно на импортном оборудовании. И поэтому Лукойл, например, об этом прямо так и говорил. В январе еще, когда у них остановилась, сломалась установка каталитетического крекинга на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе, они прямо официально заявили, что да, это проблема санкций. У нас две установки, одна из них сломалась, починить не можем, потому что необходимые для этого детали запчасти попали под санкции, и мы их не можем купить. И все, и уже прошло 3-4 месяца, и все это дело стоит, и когда они починят, непонятно. И, в общем, во многих отраслях российской экономики ситуация там аховая, строительная область, строительная отрасль, значит, в такой, просто в стагнации, а в прям падении находится. В этом году на 20% объемы по покупке квартир упали по сравнению с предыдущим годом. Вот, инфляция очень бьет по настроениям граждан. Ну, антивоенные настроения вообще крепнут. Вот эти события избирательной зимы, да, избирательной кампании, допустим, очереди в поддержку движения Надежды, ну, там, да, очереди на акции вот это «Полнин против Путина», события, связанные с похоронами Навального. Все это показало, что, значит, тезис о том, что вся нация сплотилась вокруг Путина, вся нация поддерживает СВО, то, что пропихивает российская пропаганда, что все это несусветная чушь, вот, и никто не видел очередей в поддержку выдвижения Путина, вот в поддержку выдвижения антивоенного кандидата Надеждына очереди все видели, вся страна видела. И, да, и поэтому, значит, вот этот ресурс поддержки социальной базы режима, так сказать, он слабеет, да, то есть помимо экономики, вот если честно политические проблемы. И поэтому до бесконечности воевать, ну, ты просто будешь перенапрягать общество до тех пор, пока они, в конце концов, не перестанут бояться твоих силовиков, да, ведь в какой-то момент это всегда происходит. Он в Иране людей на кранах вешает, да, и тем не менее раз в несколько лет вспыхивают массовые протесты, и десятки тысяч людей выходят на улицы, и, значит, ну, и, что, помните, революцию 1905-1907 года власти утопили в крови, вот, буквально артиллерии расстреливали, значит, баррикады рабочих с помощью артиллерии, вот, но прошло, сколько там, 10 лет, и все, и новая революция, режим снесло. И поэтому, значит, репрессии репрессиями, так сказать, но если ты до бесконечности перенапрягаешь народ, особенно если ты заставляешь его воевать, то есть рисковать жизнями на войне, на которой они воевать не хотят, а россияне уже не хотят воевать. Это еще два года назад, когда все начиналось, можно было там, так сказать, поспорить. Да, были уропатриотические дженгайские настроения, очевидно, но сейчас-то от них там ничего не осталось вообще. Только что российская армия повысила выплаты, вернее, региональные власти это выплачивают, не армия, региональные власти в России повысили выплаты первой, первой этот разовый, вот этот, как он называется, разовая выплата контрактнику. Вот ты заключаешь контракт, идти в армию, соглашаешься на войну ехать, да, и те разовые выплаты миллион рублей превышают уже. Представляете, ну, огромные деньги по меркам на России. То есть, это значит, что за другие деньги, за меньшие деньги люди уже воевать не хотят. То есть, речь идет о миллионах. И, а деньги же, ну, откуда-то надо брать, понимаете. Санкции работают, это миф, что санкции не сработали. Этот миф появился потому, что почему-то все вообразили, что, ну, не все, но многие вообразили, что вот под давлением санкций экономика рухнет прямо вот в полгода. Ну, так не бывает. Сила инерции, это огромный аппарат, огромная машина, огромная страна аппарат, да. Там есть сила инерции и какой-то запас прочности. Но все это пробуксовывает все больше, все больше, и, соответственно, денег в экономике все меньше. Народ все более нищий, все более злой. Только на войну соглашаются идти только за большие деньги, да, значит, большая часть людей воевать не хочет. И если ты их до бесконечности на эту войну гонишь, то в конце концов они... Чего им бояться палки твоего ОМОНовца, если, значит, на противоположной стороне перспектива быть, значит, раздавленным там каким-нибудь американским танком, на котором едет украинский танкист. Вот. И поэтому, значит, в конце концов народ реально восстанет. Ну, то есть вот эта война, если она будет идти до бесконечности, она закончится революцией так же, как вот Первая мировая привела к войне... Ой, к революции 1917 года. В истории России это было неоднократно. Неудачная японская война, русско-японская война привела к революции 1905 года, Первая мировая привела к революции 1917 года. Афганская война очень сильно поспособствовала делегитимизации режима и краху Советского Союза. Она не единственным фактором была, но она очень сильно поспособствовала этому. Простите. Вот. Поэтому говорить, что это абсолютно невозможно, ну, это просто не знать свою собственную историю. Поэтому и у украинцев ресурсы исчерпываются, но и у россиян они тоже исчерпываются. И это война, то, что называется, ну, классическая война на износ, знаете, вот, когда у кого, кто, у кого дыхалки, так сказать, окажется лучше, и кто там протянет чуть дольше. Вот как и так. А это поэтому Путин в последнее время внезапно заговорил о мирных переговорах. Хотя, казалось бы, ну, ему это вообще не нужно. Потому что в любом случае, как бы российская армия, какие бы она огромные потери не несла, она все равно продвигается на фронте. То есть она давит. Сейчас инициатива в ее руках. И, казалось бы, ну, вот, российская армия наступает, зачем тебе эти мирные переговоры? А он об этом вот несколько раз говорил, в том числе на встрече с Лукашенко. То есть он понимает, да, что эта война ему невыгодна. Фарида, вы же знаете такое выражение «Пиррова победы», да? Это, значит, древний царь, древний царь Пир, царь и Пира, очень крутой полководец был. Вот, он после очередной победы над Римлянами, которая обошлась ему в просто колоссальный объем потери, ну, он сказал вот эту фразу, ставшую крылатой, еще одна такая победа, я останусь без войска. Вот, и... И поэтому Путин, повторюсь просто, то, что я только что говорил, Путин не может воевать до бесконечности. И когда он говорит о готовности пойти на переговоры, он абсолютно честен, он хочет переговоров. Просто он хочет переговоров, так сказать, в позиции сверху, в позиции сильного, да, для этого он пытается наступать, укладывая там штабелями своих солдат. Вот, но чем больше он их там укладывает, тем больше недовольства внутри общества. За последние полгода, если какие-то новые тренды в российском, в публичном пространстве и появились, в российской политике, то это движение журмобилизованных. Те, кто еще вчера были лояльны, сегодня стали нелояльны. Стучат кастрюлями, требуют прекратить, значит, держать мужей на фронте, требуют своих мужей назад. И движение крепнет, ширится. И Путин понимает то, о чем я говорил. Он понимает, он видит, что ресурсы системы близки. Ну, я не скажу, что близки прямо к исчерпанию прямо сейчас. Нет, они еще есть. Но движутся в этом направлении, да, и поэтому ему нужна какая-то динамика. Ну, плюс он просто понимает, что это очень популярная мысль в России. То есть он посылает россиянам сигнал. Россияне, не думайте, что я чокнулся и хочу воевать до бесконечности. Нет, я сам хочу побыстрее все это закончить. Это отвечает общественному запросу. Путин это и говорит. Вот и все. Это отвечает запросу элит. Все хотят, чтобы это поскорее закончилось, за исключением небольшого количества там совсем уже обезумевших черносотинцев, типа Сечина или там Громова. Вот как-то так. А вот что касается все-таки Украины, да, и слов Зеленского, о которых мы с вами говорили, может ли, на ваш взгляд, наступить тот момент, когда вот оставить Украину без Донбасса, то есть отсечь его, да, без Крыма, эта возможность тоже будет отвечать внутреннему запросу украинского общества и элит. Насколько это вообще выход из ситуации, скажем так? Это может оказаться, на самом деле, очень неплохим выходом. Я об этом писал еще два года назад, когда все только начиналось. Я писал об этом применительно к Крыму, но, в принципе, это можно сказать применительно и к востоку Украины тоже. Если зависеть ситуацию, условно говоря, сговорившись с россиянами, я думаю, это абсолютно возможно. По поводу того, что давайте, так сказать, отложим эту тему на 20 лет, условно говоря, через 20 лет проводим референдумы, а пока пусть это будут спорные территории. И поэтому пока прекращаем боевые действия и откладываем окончательное решение вопроса на 15, 20, 30 лет, не знаю. И после этого заняться развитием собственной страны, вкладываться в ее восстановление, в ее экономику, повышение уровня жизни, то, когда у тебя нет нелояльных территорий, которые надо удерживать силы, там, где надо контролировать население, придавливать оппозицию, когда у тебя осталась только самая лояльная часть страны, что называется, ядро, ты можешь себе позволить, в принципе, то есть рост будет взрывным, как у Германии или Японии после Второй мировой войны. А Россия будет продолжать деградировать, при Путине ничего хорошего там не будет происходить. Понимаете, санкции с Россией никто не снимет, в случае вот подобного исхода войны, когда часть территории по-прежнему остается оккупированной. Вот, и поэтому Россия продолжит деградировать, а если Украина будет развиваться семимильными шагами, значит, если она будет демонстрировать то, что она стала полноценной демократией, с очень высоким уровнем жизни там, ну, то есть член Евросоюза, так через 15-20 лет вчерашние территории сами захотят вернуться, понимаете. Потому что люди смотрят, где хорошо живется, туда и стремятся. Это абсолютно закономерно. Вот. Поэтому можно на самом деле выстраивать стратегию таким образом. Вернем, дескать, эти территории себе мирным путем, не проливая кровью. Ну, то есть это будет так по-умному, в общем-то, да, очень в духе такого 21 века. То есть Россия действует в логике, там, 19 века, такого реалполитики, значит, хардкорного, да, когда территория тупо завоевывается, там, ценой огромных жертв, там, солдатскими трупами заваливая ее. Вот. А Украина побеждает, так сказать, постмодернистки, да, через влияние на умы и настроение людей, когда люди сами к тебе тянутся. Понимаете? Поэтому это вполне реалистичный сценарий, да. Вот то, что Запад так с промедлением предоставляет военную помощь, да, со скрипом, ну, я поняла, да, вашу мысль про то, что нужно разделять США и Европу, что у США там зацикленность на самих себе, безусловно, присутствует. Но это вот не говорит о том, что они из-под валь уже подталкивают Украину к тому, чтобы она задумывалась об этом, что нужно будет оставить эти территории и о чем говорится. Республиканцы, да, они в этом направлении активно работают, они этого буквально не скрывают. А демократы, нет, они этого не хотят. Байден говорит, что нет, это неправильно. Ну, то есть агрессор должен быть наказан, потому что промежуточный результат, значит, если вот Россия сохранила контроль над своими территориями, даже если отложенный статус там через 20 лет, кто его знает, что там будет через 20 лет. А пока вот, типа, мы контролируем, банкуем, что делаем, то хотим. Ну, все посмотрят, китайцы там всякие, да, иранцы всякие, ну, дураков в мире-то хватает. И скажут, о, нормально, значит, можно вот так. Ну, то есть мы-то сперва думали, что Путин чокнулся, что в 21 веке пытаются действовать так же, как действовали там в первой половине 20-го или там в 19-м. А ничего, работает, оказывается, 21 век ничем не отличается от первой половины 20-го. У всех есть куча там претензий, аппетитов каких-то, да, знаете, у кого-нибудь там захочет оттяпать. И весь мир, ну, такой, ну, то есть ситуация в мире, конечно, будет очень-очень нехорошей. И Байден это понимает, и поэтому демократы стоят на том, что нет, агрессор должен быть, так сказать, наказан, и никаких подарков ему в виде каких-то новых территорий быть не должно. Ну, вот мы с вами начали разговор с резолюцией ПАСЕ, да, Парламентской ассамблеи Совета Европы, и закончим тоже, давайте, интересной очень европейской новостью о том, что Литва возобновила покупку зерна в России, которую она приостанавливала на полгода, и вот оказывается в феврале почти на 2 миллиона евро зерна было закуплено у соседа. При этом еще в марте все три балтийские страны, а также Польша и Чехия выступили с призывом вообще запретить экспорт зерна из России. Как вы можете это объяснить? То есть война войной, а бизнес по расписанию, то есть никогда не станет Россия полноценным изгоем, как об этом любят, кстати, говорить европейские политики, и никогда ее невозможно будет экономически и политически изолировать? Ну, стопроцентной изоляции не будет. Это как я вот начал наш разговор как раз со слов о том, что Россия все-таки слишком большая, да, изолировать, ну, земной шар не бесконечный. Изолировать вот, что называется, одну шестую часть суши, она, правда, сейчас не одна шестая, а поменьше, конечно, но тем не менее. Да, еще обладающие ядерным оружием, ну, вот на 100% изолировать не получится. Изоляция будет относительной, да, и в какие-то моменты кто-то будет, исходя из принципа своя рубашка ближе к телу, будет принимать решение значит, о том, что давайте, вот, слишком уж нам надо это зерно, да. Я не знаю, какая там ситуация конкретно вот в Литве с этим зерном, почему, но, по всей видимости, не хватает своего урожая плохой, там, не знаю, почему украинское их не устраивает, может, по логистическим каким-то причинам, вот, народ, местные избиратели, это же демократия, понимаете, они же реагируют все на общественное настроение, то Путин может себе позволить какое-то время на общественное настроение плевать, или там иранские АТОлы, а демократии не могут себе такого позволить, и если там возмущение по поводу слишком быстро растущих цен на продукты, на хлеб там, в частности, слишком сильно, повторюсь, я предполагаю, я не знаю там уж на ситуацию, значит, ну, люди, значит, люди требуют, там, хотим снижения цен, политики пытаются удовлетворить общественный запрос, да, и смотрят варианты, и вот видят, что российское зерно там на поверхности, самый легкий вариант, ну, окей, пойдем, купим тогда, да, значит, компенсируем это, там, поставками оружия в Украине, все-таки, прибалтийские страны, нельзя забывать, что, если считать в пересчете на душу населения, они чемпионы, так сказать, с точки зрения помощи Украине, да, не в абсолютных показателях, понятно, что, что такое маленькие прибалтийские страны против американского ВПК, вот, но если пересчитывать на душу населения, то они помогают Украине больше всего, да, и поэтому, давайте так, значит, купим у россиян зерно, а Украине компенсируем, там, дополнительными поставками чего-то там, не знаю, снарядов там, или чего они там поставляют, вот как-то так, заставляю,